Привет всем! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! Периметр 2. Новая земля. Продолжение вышедшей в 2004 году амбициозной отечественной стратегии. В тылу врага 2. Лис пустыни. Очередное дополнение классической стратегии. На этот раз посвященной африканской кампании союзников против немецких оккупантов. Warhammer 40 000. Dawn of War 2. Долгожданное продолжение одной из самых неоднозначных РТС в легендарной вселенной Warhammer. Necrovision. Это явно не шедевр, но сделана игра со вкусом. Получился крепкий среднячок для любителей мяса. Necrovision. Мясное детище польской команды The Farm 51. Игра, которая с одной стороны старается быть похожа на Сирио Сэм, а с другой не чурается некоторых интеллектуальных моментов в геймплее. Нет. Мудреных задачек не будет. Речь скорее о вещах, которые добавляют интересности в игровой процесс. Начиная с Сирио Сэм, мясные шутеры, в которых не надо было делать ровным счетом ничего, кроме уничтожения монстров и решения сложных задач, пользовались одинаково большим успехом у играющего народа. Правда, оказалось, что игры эти, обладая простейшей вроде бы механикой, очень даже слажены в разработке. Недостаточно налепить кучу уровней с батальонами монстров. Важно сделать это с чувством вкуса и меры. В этом шутере от первого лица действие происходит во времена Первой мировой войны. Щитом между страшным злом и человечеством, неподозревающим о наличии подземного мира, являются вампиры. Но они отчаянно нуждаются в помощи. Понятно, что игроку в таких условиях придется много работать, как минимум спасти два мира, умудрившись остаться человеком или не остаться. Сражения проходят как на полях Первой мировой, так и в жестком мрачном мире вампиров и демонов. Игрок может сражаться с врагами, используя окружение, могущественные и враждебные артефакты, технологии вампиров и вооружение тех времен. Игра поступила в продажу 20 февраля 2009 года. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ видео, а также 8 ГБ на жестком диске. Некровижн постоянно сравнивают с Пейнкиллером. Что приятно, в новой игре идет постоянное развитие. Это безудержный трэш, к тому же местами смешной. При этом сюжет нельзя назвать очень увлекательным. Он, как и игровой процесс, держится на одном уровне со всеми остальными составляющими игры. Наша оценка геймплея — 4 балла. Разработчикам удалось передать атмосферу Первой мировой достаточно хорошо. Но с технической точки зрения графика в игре могла бы быть лучше. Не все в порядке с видеороликами. Это касается как самих моделей, так и их анимаций. Но если не придираться ко всяким мелочам, то Некровижн вполне заслуживает 4 баллов за внешний вид. Звуковое сопровождение местами приятно удивляет, а иногда наоборот, откровенно отвлекает и разочаровывает. Но в общем для проекта с ориентацией на динамичное Мочилова вполне достойный звук. Предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры. А наша оценка — 4 балла. Общие впечатления от игры Некровижн положительные. Конечно, графика не дотягивает до современного уровня, да и геймплей скучноват. Если не будете сильно придираться, ваше отношение к игре может изменить юмор разработчиков. А если дойдете хотя бы до середины игры, наверняка согласитесь с нашей общей оценкой — 4 балла. Некровижн — это жесткое мясо! Сразу видно, что эта игра — дело рук создателей пейнткиллера. Много зомби, немцев и каких-то чертей. Общее впечатление — очень неплохая разработка, в которой можно и нужно покопаться. Именно с этим мы вам сейчас и поможем, отвечая на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Как мне убить монстра, который бегает с кувалдой? Отвечаем. Чтобы его убить, нужно найти два динамита и взорвать ими завал. Следующий вопрос. Продолжение первого. Помогите мне найти динамит в начале второй головы. Никак не пойму, где он может быть. Помогаем. Первый нужно поискать в самом начале этого уровня. Второй — в правой части здания напротив завала. Следующий вопрос. А как можно поднять частоту кадров? Я слышал, что какой-то из пунктов настройки очень сильно влияет на производительность игры. А как? Отвечаем. Действительно. Для того, чтобы повысить частоту кадров, можно отключить динамический свет. В этой игре данный параметр поможет существенно улучшить производительность игры. С другой стороны, проблема производительности, возможно, связана с общей загруженностью вашей системы. Следующий вопрос. Я не понимаю, что мне делать? Вверху экрана есть полоска босс, а вокруг меня бегает толпа монстров. Я стреляю по ним без остановки, но они все равно меня убивают. Это когда-нибудь закончится? Отвечаем. Сверху летает босс-призрак, который через некоторое время исчезает. А толпа зомбаков вокруг тебя тоже скоро перестанет пополняться. Следующий вопрос. А как сделать удар ногой? Отвечаем. Такой удар делается нажатием клавиши «Контрол» при стандартной настройке управления. Отечественная стратегия «Периметр» 2004 года оказалась своего рода игрой не для всех. Одним ее необычный геймплей казался гениальным, другим был просто непонятен. Сами разработчики, впрочем, были уверены в своем детище на все сто, и этой зимой закончили работу над полноценной второй частью. «Периметр 2. Новая земля». Периметр 2. Новая земля изначально планировался как классическое продолжение, поэтому ждать от него каких-то переворотов или откровений не стоит ни в одной области. Сюжет продолжает рассказ о противостоянии двух фракций – исхода и возврата. В начале третьего тысячелетия на Земле возникло движение спиритов, ученых-пророков, которые открыли коридоры, позволявшие путешествовать между мирами. Через некоторое время разразился кризис, результатом которого стало уничтожение порталов в иные миры. В первой части все эти замысловатые намеки и понятные пояснения выглядели очень даже неплохо, было о чем подумать на досуге. Но вот во второй части это не сработало. Во-первых, сюжет малопонятен тем, кто не знаком с оригиналом, а таких немало, ведь с момента его выхода прошло целых пять лет. Во-вторых, современные игроки привыкли к более бережному отношению, и искать в интернете ответы на непонятные вещи вряд ли будут. При великому счастью, сюжет во второй части остался опциональным, и игру можно пройти вообще не вдумываясь в межмиссионные диалоги. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативные и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске периметр 2, новая земля займет 2,5 ГБ. Разработчики значительно упростили игру, при этом внеся в нее слишком мало нового. То, что терраморфингом теперь занимаются генераторы энергии, это еще не страшно. А у замены конструктора юнитов на три заранее изготовленных типы техники для каждой страны, это уже серьезное упущение. Очень любопытный момент. Исход теперь возводит свои постройки исключительно на суше. Возврат уже отведена вода. Идея неплохая, но, к сожалению, разработчикам не удалось сбалансировать противников. В ряде миссий одна из сторон, чаще это возврат, получает слишком явное преимущество. Тройка за геймплей. Очередная претензия к игре касается внешнего вида. Графический периметр 2 практически не отличается от первой части, а она, напомним, вышла в 2004 году. Комментарии, как говорится, излишни. Двойка за внешний вид. Звук в игре способен усыпить любого. Кроме зонымных фоновых композиций, также расслабляет отсутствие каких-либо звуков от самих юнитов. Бои проходят в полной тишине. Ни взрывов, ни выстрелов. Тройка за звук. В итоге мы имеем игру со значительно упрощенным по сравнению с оригинальной версией геймплеем, устаревшей графикой и слабым звуковым оформлением. Впрочем, кое-какие из своих достоинств периметр 2 все-таки умудрился сохранить. Например, тераморфинг очень разнообразит игровой процесс. Но от слабенькой тройки эту игру не спасает. Из всего вышесказанного могу сделать только один вывод. Для тех, кто не знаком с оригинальным периметром, лучшим решением будет поискать на прилавках именно его. Что же касается поклонников серии, то новая земля станет для них лишь слабой и отдушиной. Впрочем, несмотря ни на что, вопросы по игре приходят. И прямо сейчас мы ответим на самые частые из них. Вопрос. А в чем преимущество расы возврата перед исходом? Отвечаем. Их здания строятся на воде. Соответственно, им в отличие от исхода не надо волноваться, ровный ли ландшафт или какая-то кочка мешает построить здание. Кроме этого, Голин гораздо более весомый аргумент в войне, в отличие от юнита исхода Фантома, который просто делает находящиеся войска под ним невидимыми. Вопрос. Есть смысл рыть рвы или наоборот делать насыпи? Можно ли так защититься от врага? Отвечаем. От наступления противника подобные ухищрения вас не спасут, а вы потеряете драгоценное время, занимаясь тераморфингом. Но тут тоже есть свои плюсы. Если много копать, то можно обнаружить уникальные кристаллы или артефакты. Вопрос. Как уничтожить противника, если его энергоядра не объединены в одну электросеть и функционируют по отдельности? Отвечаем. Теперь придется, как в старых стратегиях, уничтожать все постройки до последней. Только после этого миссия будет считаться законченной. Вопрос. Как правильно захватывать здание противником? Отвечаем. Захват структуры противника возможен и производится с помощью генераторов энергии. Кроме этого, захватить можно любую вражескую структуру, за исключением вражеских генераторов. Из-за привязанности к стихии они не поддаются переобучению. Смотрите далее. Вархаммер 40 тысяч. Даун оф Вор 2. Долгожданное продолжение одной из самых неоднозначных РТС в легендарной вселенной Вархаммер. В тылу врага 2. Лис пустыни. Очередное дополнение к классической стратегии, на этот раз посвященной африканской кампании союзников против немецких оккупантов. Смотрите далее. В тылу врага 2. Лис пустыни. Очередное дополнение к классической стратегии, на этот раз посвященной африканской кампании союзников против немецких оккупантов. Вархаммер 40 тысяч. Даун оф Вор 2. Долгожданное продолжение одной из самых неоднозначных РТС в легендарной вселенной Вархаммер. Эрвин Роммель. Получивший прозвище Пустынный Лис. Немецкий генерал времен Второй мировой. Как нетрудно догадаться, очередное стендалон дополнение к игре в тылу врага 2. Целиком и полностью подсвечено его схваткам с войсками союзников в африканских пустынях. Первое, что мы сделали, начав играть в Лис пустыни, потянулись клавишем WASD, чтобы взяться за камеру. Игра, естественно, никак не отреагировала, но конфуз получился очень показательным. За время, прошедшее с момента выхода в тылу врага 2, стратегии сделали несколько уверенных шагов вперед. А в тылу врага она все та же. Адон Лис пустыни стартует в 1941 году. Британцы жалят итальянцев в Туза в Африке. Муссолини просит помощи у Гитлера, в результате чего на континент прибывает нацистское подкрепление. Новых компаний 2. За союзников и за немцев. По 5 миссий в каждой. В первой предстоит выполнять в основном стелл задания. В операции участвует спиток юнитов. И лишь под конец масштаб более-менее увеличивается. За немцев компания пободрее. Задачи разнообразнее, карты, как правило, больше, заварушки крупнее. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видеопамяти и 3 ГБ на винчестере. Главным достижением Лис пустыни должна была стать физика, которую обещали наконец заставить работать на геймплей. Предполагалось, что вы сможете буквально поднимать на воздух всю округу, прокладывая себе путь через дома и стены, создавая укрытие из обломков. Увы, не работает. Во-первых, все эти хрупкие конструкции расставлены так, что авторы уже заранее знают, где и что вы захотите разломать. Так что устроить противникам сюрприз, неожиданно зайдя с тыла, не выйдет. Наша оценка геймплея – 3 балла. Если вы вдруг ждали каких-то шагов вперед в смысле графики, то спешим вас разочаровать. Лис в пустыне выглядит абсолютно точно так же, как и оригинал. Разница лишь в том, что дизайнеры тоже не очень напрягались. Африка, которая, по идее, должна пестреть красками, совершенно не впечатляет. Зато потормаживать игра умудряется где угодно и когда угодно. По количеству неработающих скриптов, застывающих на месте юнитов и исчезающих предметов, аддон может сравниться разве что с оригинальной в тылу врага 2. Наша цена графического оформления – 2 балла. Со звуком в игре дела чуть получше, однако если вы не поклонник войных маршей, то музыку лучше сразу выключить. Наша оценка звукового сопровождения – 4 балла. К концу апреля 41-го года 11 стран Европы оказались захвачены италогерманскими войсками. Еще через несколько дней немецкая армия вступила в Афины, завершив оккупацию в Греции. Игра «Лис пустыни» – это череда лишений и компромиссов, на которые придется пойти ради того, чтобы получить удовольствие. Это особенно обидно, потому что Bestway – талантливые люди, которые вот уже который раз не могут взять себя в руки. Так что мы вместе со всем прогрессивным человечеством продолжаем ждать дополнения к World and Conflict и Company of Heroes. Наша общая оценка «Лис в пустыне» – 3 балла. Пустынный лис. В первую очередь будет интересен любителям скоротать пару часов за игрой после тяжелого трудового дня. Именно на таких геймеров, которые не будут вдаваться в исторические соответствия и заморачиваться на аутентичности техники и рассчитанной игры. Именно для них наши ответы на вопросы и советы по прохождению игры в тылу врага 2 – «Лис в пустыне». Первый вопрос. В пятой миссии за немцев нужно ли откатываться до последней линии обороны? А то я держу их на первой линии, а враг все прет и прет. Отвечаем. Абсолютно все равно, каким образом вы не допустите врага к городу. Если можете удерживать на первой линии, держите на первой линии. Следующий вопрос. Завис на миссии «Катастрофа» в Тунисе. Там, где гоняешь на джипе, а потом нужно вернуться в селение за канистрой с бензином. Где ее искать? Отвечаем. Бензин вы можете слить с грузовика. Возьмите канистру и наведите ее на автомобиль. Появится изображение капли, и канистра наполнится. Заправляются машины аналогичным образом. Следующий вопрос. Как в компании за немцев миссии «Крепость в пустыне» выполнить задание уничтожить транспортный корабль противникам? Отвечаем. Самое главное – уничтожить транспортные корабли, подвозящие подкрепление в крепость. Их будет очень много, и патронов может не хватить. Если на гаубицах они кончились, высаживайте из них солдат и вызывайте из панели подкреплений новые. Есть и другой оригинальный способ. Заехать на танке как можно дальше в воду и лупить из него по цели. Но это только для экстремалов. Долгожданный релиз Warhammer 40 000 Down of War 2 наконец-то состоялся. Разработчики существенно изменили игровой процесс. Масштабные баталии ушли в прошлое, уступив место маленьким отрядам с харизматичными лидерами. А еще на арене космических боев появились новые силы, безжалостные тираниды. Впрочем, смотрите и сами все увидите. Сюжет сериала Warhammer 40 000 с появлением Down of War 2 делает крутой поворот. Помимо извечных противников, орков и космодесанта, появляется третья сила, пожиратели органики, тираниды. Они занимаются тем, что заражают пригодные для жизни планеты, вычищая их до состояния каменных скал. Не забываем и про Эльдар, осколки древней цивилизации, некогда доминирующей во всей галактике, но ныне утратившей свое могущество. Это, правда, не мешает кораблям Мирам и Эльдар оставаться грозной силой. В общем, привет зергам и протасам из Старкрафта. Еще одно большое нововведение, полный отказ от микроменеджмента. Забудьте о строительстве баз. От вас требуется ровно три вещи. Воевать, воевать и еще раз воевать. И, конечно же, в Dawn of War 2 вас ждет анонсированная еще в самом начале разработки РПГ составляющая. Но об этом чуть позже. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 5,5 ГБ на жестком диске. Dawn of War 2 имеет к стратегиям в реальном времени довольно опосредованное отношение. В своем праведном желании перетряхнуть жанр, реликт зашли настолько далеко, что сделали в итоге нормальную партийную РПГ с внятной стратегической составляющей. Каждая миссия начинается с экипировки своего сквада. Сквадами руководят командиры. Их возможности автоматически проецируются на весь отряд. Встростепенные юниты в скваде могут погибнуть. Но сам герой никогда. Лишившись сил, он валится без сознания на землю. И ждет, пока вы не подведете к нему кого-нибудь из коллег, чтобы тот совершил чудо врачевания. Наша оценка геймплея – 5 баллов. За графику отвечает собственный реликовский движок Essence Engine 2.0. Учитывая, что в сражениях принимает участие очень небольшое количество юнитов, разработчики радостно предались при рисовке каждой заклепки на броне космодесанта. Сохранилась фирменная плотность, физичность картинки. Когда персонаж врывается в толпу орков, размахивая заведенной пилой, это выглядит именно так, как должно. Юниты не елозят ногами по воздуху, не суют друг друга полигоны в лицо, а честно, физически корректно разваливаются на части тела и элементы экипировки. Наша оценка графического управления – 5 баллов. Звуковая составляющая также не отстает. Бодрый саундтрек и яростные крики врагов вкупе с разнообразными спецэффектами будут сопровождать вас всю игру. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. В Даунов Вор 2 действительно играется по-другому. Не проще, не чище, не стремительнее. Именно по-другому. Релик экспериментирует со структурой жанра, самим понятием РТС, и пока не очень понятно, куда все это заведет. Перед нами бронзовый памятник РТС, какими мы их знали. Глядя на Даунов Вор 2, становится совершенно очевидно, что так, как раньше, уже никогда не будет. И это прекрасно. Наша общая оценка Вархаммер 40 тысяч, Даунов Вор 2 – 5 баллов. Навряд ли сиквел Даунов Вор способен вызвать у кого-то чувство разочарования. В игре присутствуют все составляющие успеха. Эпическая вселенная, разнообразный геймплей, графика последнего поколения, модный нынче кооперативный режим прохождения и многое другое. Чтобы разобраться в некоторых особенностях игры, Ворхаммер 40 тысяч, Даун Оф Вор 2. Смотрите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Можно ли менять направление развития командиров по ходу самой игры? Или они выбираются раз и навсегда на всю кампанию? Отвечаем. В Даунов Вор 2, несмотря на то, что она формально позиционируется как РТС, в отношении костяка вашего боевого отряда действуют те же самые правила, как и в любой РПГ. Коней на переправе не меняют. Однако, если вы решитесь пройти кампанию на более сложном уровне, или в кооперации с приятелем, то сможете прокачивать вашего персонажа совсем в ином стиле, нежели ранее. Следующий вопрос. В определенный момент на глобальной карте перестали появляться новые задания, а все старые я выполнил. Это и есть конец игры? Отвечаем. Конечно же нет. Дело все в том, что вы очевидно играете в операционной системе Виста, версия игры для которой страдает подобным недугом. Чтобы его исправить, скачайте мини-патч с официального сайта, и будет вам счастье. Следующий вопрос. А что у командира Таркуса с глазами? Он слепой? Отвечаем. Как сказано в клятве тактических космодесантников, мне необязательно видеть. Если им проскажет, что передо мной чужой, демон, мутант или еретик, мне не нужно будет смотреть самому. Я просто убью его. На самом деле у Таркуса есть глаза. На его лице просто шрамы. Это результат столкновения с некронами в катакомбах Кронус. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. Не забывайте заходить в форум на сайте Там можно обсудить ваши любимые игры с другими геймерами. Присылайте мне свои вопросы на адрес Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!